Пожар в частном секторе Саратова унес жизнь шестилетнего ребенка. Возгорание в жилом доме произошло внезапно. Причины выясняются. Родители смогли спасти лишь двухмесячного брата, погибшего ребенка. Некоторые вещи и документы. Обстоятельства происшествия узнал Станислав Жижин. Пожар в этом доме произошел в самый разгар рабочего дня. В этот момент хозяйка квартиры находилась на кухне, готовила еду для грудного ребенка. Старший ее сын находился в одной из комнат. Вдруг неожиданно помещение окутал густой едкий дым. Я сразу заметила вот эта глыба черная, вот это прям сразу. Она распространилась за пять секунд. Вот это прям все моментально это было. Не так вот как пожар бывает, что воспламывает, вот там, например, огонь. Это можно было увидеть, а это моментально все, это быстро. Запах очень едкий такой вот прям. Невозможно было даже дышать, находиться в этом помещении. Так тлели, скорее всего, материал отделки, говорит хозяйка квартиры. Они с мужем недавно сделали в доме ремонт. Пожар не оставил от него и следа. В этот момент к месту уже ехали супруг хозяйки и пожарные подразделения. Огнеборцев женщина встретила уже на улице с двухмесячным ребенком на руках. Правда, шестилетнего сына рядом с ней не было. Люди зашли вовнутрь со стволами и в одной из комнат обнаружили ребенка на полу. Значит, вынесли его на свежий воздух и до прибытия скорой помощи проводили реабилитационные мероприятия. Потом прибыла скорая помощь в Центр медицины катастроф. Они также в течение 15 минут проводили реабилитационные мероприятия, но потом, к сожалению, врач констатировал смерть. Общая площадь пожара, по словам специалистов, составила 40 квадратных метров. То есть практически полностью сгорело все, что было в доме. Обгорели стены, уничтожена кровля и почти все бытовые приборы. Уцелели лишь некоторые вещи и документы. Сейчас погорельцев приютили соседи. Деньги на похороны сына родители нашли. Правда, на дальнейшее существование и восстановление жилья после пожара нужна внушительная сумма, которая значительно выше зарплаты главы семейства. А потому убитые горем от потери сына и крова родители надеются на помощь со стороны. Станислав Жижин, Сергей Зацарный, РЕН-ТВ, Саратов. Всем, кому не безразлична судьба семьи, потерявшей малолетнего ребенка, могут оказать материальную помощь по реквизитам, которые сейчас размещены на экране. Подробную информацию о том, как помочь погорельцам, можно узнать, позвонив по контактному номеру родителей погибшего мальчика. 8060-357-87-87. Субтитры создавал DimaTorzok